В эфире репортера новости в студии Инна Усова. Здравствуйте. Сегодня под Потемкинской лестницей нашли человеческие останки. Несколько костей и фрагменты руки отправили на экспертизу. О страшной находке в арке полиции сообщили горожане. Скелет нашли среди многочисленного мусора. По всей видимости, там была ночлежка бездомных. Часть вещей явно пережили пожар. В арке нашли старые матрасы, два больших ножа, одежду. Также было замечено много детских игрушек. Стрелок с Киевского рынка застрелился при попытке полиции его задержать. Напомню, вчера мужчина на мопеде четыре раза выстрелил в пенсионера. В городе был объявлен план перехват. Вечером на зломышленника удалось выйти. Его попытались задержать на поселке Котовского, но он предпочел аресту самоубийства. Пострадавший мужчина продолжает находиться в больнице. Стрельба на Киевском рынке произошла в среду около четырех часов дня. Злоумышленник на мопеде ворвался на территорию рынка и получил замечание от прохожего. В ответ он произвел несколько выстрелов. Разбил витрину и четыре раза ранил 62-летнего мастера спорта СССР по самбо. Мужчину доставили в 11-ю больницу и прооперировали. У него диагностировали огнестрельное ранение шеи, левого плеча и от закрытый перелом левой плечевой кости. При этом, по словам врачей, сам пострадавший, предоставить информацию о своем состоянии отказался. Больной СССР доставлен в нашу больницу вчера, находится у нас в больнице. О своем состоянии здоровья он запретил рассказывать, комментировать что-либо. Известно ли это огнестрельное ранение? Я эту информацию не могу вам сказать. Он запретил эту информацию распространять. По словам очевидцев происшествия, стрелявший сразу же скрылся с места событий, а на месте стрельбы остались гильзы. Пострадавшего оперативно забрала скорая. Говорят, что заезжал на мопеде и говорят, что был конфликт. Тот сделал замечание и замечание ссора, а потом после этого тот произвел четыре выстрела. Звук слышал, а что это не понял. Слышал, дома сидел, слышу, там что-то шумит. Тут часто шумит что-то. На поиски злоумышленника на мопеде был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции. Стрелявшего полицейские заметили в Суворовском районе около 11 часов вечера. Он пытался скрыться от патрульных, которые начали его преследовать. Проехав несколько кварталов, человек свернул на улицу генерала Бочарова, где, не останавливая, снял шлем и выстрелил себе в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте. По данному факту было открыто уголовное производство по статье 115, часть 2, пункт 7 Уголовного кодекса Украины. В связи с этим был введен в действие оперативный план «Сирена». По тревоге был поднят весь личный состав Одесского гарнизона национальной полиции. В результате, в вечернее время суток, в одном из районов города Одесса злоумышленник был установлен. При попытке его задержания последний произвел выстрел себе в голову, от которого он скончался. В настоящее время проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению мотива совершения преступления, а также иных доказательств по данному уголовному производству. Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, телеканал «Репортер». Подсудимого по делу 2 мая штрафуют за неявку в суд. Владислав Ильницкий по телефону сообщил, что он находится в больнице, когда все участники процесса были уже в зале суда. Сегодня должно было пройти первое заседание в нынешнем году по беспорядкам в центре города 2 мая 2014 года. Напомню, Ильницкий – один из тех подсудимых, который находится по домашним арестам. Таким образом, судебный процесс срывается регулярно, но первый раз будут приняты санкции. Владислав Ильницкий по телефонному режиму сообщил, что он находится на данный момент на лечении, но никаких подтверждающих документов не дадал. В связи с чем, стороной обвинувачения, в связи с незатягиванием розгляду подальшого данного кримінального проведения, было заявлено глупотание про накладку на Ильницкого обвинуваченного грошевого стягнення в размере одной минимальной заработной платы. Данное глупотание было рассмотрено судом и задоволено. На Ильницкого было накладено грошевое стягнення в размере 0,5 минимальной заработной платы, а именно на сумму 1600 гривен. Также от своего клиента отказался адвокат Евгения Мефедова. Он объяснил это тем, что подсудимый не слушает его указаний. Мефедов уже выбрал нового адвоката. Им стал Валентин Рыбин. Заседание перенесли на 2 февраля. В Татарбунарском районе за последний месяц было зафиксировано 8 случаев заболевания гепатитом А. Все они были госпитализированы в районную Татарбунарскую больницу. Жертвами гепатита А стали дети. Медучреждение утверждает, что все пациенты заразились вирусом в Белгороднестровском районе. В Татарбунарском очагов не выявили. Сейчас проводится профилактика местного населения. Это очаг не наш, это очаг с Белгороднестровского района, селоудобное. То есть поехали туда в гости, заразились и приехали к нам. У нас очаг не выявлен. Это завозная гепатит. Проводится ежедневный медосмотр школьников, жителей, которые живут, жили эти дети. По домам медицинские работники в каждый день осматриваются. Школьники тоже осматриваются. Пока что не выиграли ни один случай. Завтра будут проводиться именно профилактика в школах. Исковое заявление по незаконному вспахиванию Тарутинской степи изменили. Это связано с тем, что от глав нескольких фермерских предприятий, которые и выступают в суде как ответчики, требуют возмещения убытков. В феврале дело вновь рассмотрят. Сейчас коллеги и судьи предоставили время для ознакомления с материалами дела. После окончания заседания появилось сообщение, что хозяйственный суд заминировали. Лишь за последний месяц. Это четвертое лжеминирование суда. Сегодня риск был несколько изменен, потому что требовали от ответчика восстановить степь, что является неконкретной формулировкой. Судья просила более конкретную и она была предоставлена. Это посчитали как изменение сути рассмотрения вопроса. На следующий раз назначили коллегию судей, то есть не отдельный судья будет рассматривать. Потом у нас судебное заседание закрыло и после этого объявили по громкой связи, что суд заминирован. Ну и пришлось, так сказать, эвакуироваться. И вот, говорит, ну судья сказала, что такое раз в два дня или через два дня происходит. Потерпевший по делу Вячеслава Грациотова не явился в зал заседаний. Своим защитникам он передал справку о болезни. Но когда судья спросил о позиции потерпевшего касательно продолжения рассмотрения дела, адвокат заявил, что он не знает его позиции. Кроме того, добавил, что Трачев просит перенести заседание. Из-за устного ходатайства потерпевшей стороны суд перенес рассмотрение дела на 10 февраля. Да, мы ожидали, что он не является. Это уже немножечко даже смешно. Тактика такая уже избитая Трачевыми. Ну, он не явился. Смог передать справку своему представителю о том, что он на больничном. Но он не смог свою позицию передать представителю. То есть представитель не знает позиции, но справку он принес, которую лично срок получил. Напомню, что на прошлом заседании прокуратура повторно отказалась от обвинений судебной разбирательства. По этому делу длятся уже 7 лет. Вячеслава Грациотова обвиняют в превышении мер необходимой обороны. Защищая себя и свою девушку, он нанес смертельный удар ножом одному из нападавших. Исполком городского совета поддержал изменения в программу модернизации лифтового хозяйства. В этом году планируется заменить и модернизировать большее количество лифтов, чем ожидалось ранее. Также чиновники мэрии приняли комплексские схемы благоустройства площадки Бориса Деревянка и прилегающих улиц. Подробности в сюжете Константина Гречанова. В этом году в Одессе коммунальщики собираются заменить 300 лифтов и еще 74 модернизировать. Об этом стало известно в ходе заседания исполкома городского совета. Соответствующие изменения чиновники предложили внести в городскую целевую программу. Далее проект решения вынесут на сессию горсовета. Муниципальное управление архитектурой градостроительства разработало комплексные схемы для размещения временных сооружений торговли на площади Бориса Деревянка и прилегающих к ней улицах. Вместо стихийного рынка на площади и ряда других торговых объектов установят типовые павильоны, как, к примеру, на рынке Улюси на 6-й станции Большого Фонтана. Данные схемы позволяют посмотреть, как размещены будут эти торговые объекты в будущем. Эти же схемы предусматривают демонтаж вышеперечисленных объектов, которые не имеют уже юридических оснований для размещения. И большой частью этой работы было благоустройство прилегающих территорий. Создание комфортной зоны перед этими объектами и в целом на улице, на которых расположены эти объекты. Также в ходе исполкома вице-мэр Петр Рябаконь прокомментировал строительство дороги в Аркадии в сторону жилого комплекса «Морская симфония». Работы вызывают большие опасения у жителей улицы Каманина и экологов. Особенно это касается подрезки склона. На мой взгляд, в первую очередь присутствуют отклонения от проектных решений. Соответственно, сейчас будет составлен, ну, вероятность очень высокая, будет составлен протокол вынесенных штрафных санкций. Также мы вызовем технический надзор, который указан в декларации. Работы приостановлены. Мы посмотрим, какие отклонения там. Ну, то есть этот вопрос взят под контроль во всех отношениях. Напомню, летом 2016 года из-за отклонения от плановых работ фирмой «Укррекламгрупп», которая тогда работала на объекте, в Аркадии произошел оползень, из-за чего пострадал ряд домов на улице Каманина. Мэрия судилась с «Укррекламгрупп». В результате конфликта фирма решила уйти с объекта. Со временем ее место заняла именно компания «Фортуна». Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Льготники из Южного в скором времени будут платить полную стоимость за проезд в Одессу и обратно. Перевозчик уже с января повысил стоимость проезда по области. А вот отменять бесплатный проезд собираются лишь по двум маршрутам – 67 и 68. Повышение тарифов и отмена бесплатного проезда для льготников. Такое решение намерен принять перевозчик «Севертранс» уже с февраля на проезд из Южного в Одессу. Какие же причины повлияли на такое решение и что об этом думают водители и пассажиры? Как мне сказали, раньше было 23 гривны, сейчас вроде бы 26. А также говорят, с февраля собираются отменить вообще льготный переезд для льготников. Вы что-то об этом слышали? Вот я сейчас хожу и ищу кого-то, кто знает про это. Я тоже слышала, что вроде бы пенсионер, и 68-й, он имел право возить пенсионеров. Ну, бесплатно будем считать, потому что то, что платили мы в кассу, это, конечно, гроши. На объявлениях в транспорте написано, что денег из бюджета Южного на льготников выделено не будет. Таким образом, все затраты лягут на плечи перевозчикам. Компании, не хватая денег на выплату зарплаты и техобслуживание, не на камеру водителя автобусов, жалуются и на количество льготников, которое резко возросло после начала боевых действий на востоке страны. Видел от объявления от Севертранса, что, мол, не обращались к росту города, что нужно было как-то там это оплачивать, эти льготы, но это еще в прошлом году. Поэтому они это оплачивать уже не собираются, то есть собираются уходить себе от в убыток, но поэтому с этого года льгот уже не будет. Сейчас ничего неизвестно, я не могу. Да, будут автобусы, а потом неизвестно, что... А вообще в объявлении от Севертранса? Вообще по разговорам, что дотацию не платят на автобусы, на льготники. Это получается все льготники, да? Даже пенсионеры не сняли? Нет, там неизвестно, или автобусы снимут, или его льготы снимут из каких-то категорий. А пока неизвестно, пока все работает. В департаменте транспорта Одесского облсовета нам рассказали, что действительно Южинский горсовет не выделил деньги на льготников, но этот вопрос будут снова рассматривать на ближайшие сессии. Но тем не менее, подобные решения перевозчика могут послужить расторжению договора. Сейчас транспортное предприятие разместило объявления, на которые пока можно не реагировать. Закон Украины в автомобильном транспорте еще никто не отменял, и поэтому в законе Украины прописано, что льготную категорию граждан перевозчики возить обязаны. За нарушение договора мы с ними будем вынуждены разорвать этот договор и отдать предпочтение другому перевозчику, если они это сделают. Если они последуют тому, что будут вынуждены не вывезти льготников, то мы, соответственно, будем принимать к этому меры. На этом у меня все. Оставайтесь репортером. Я напомню, наши новости также есть на сайте. Вы их можете найти, зайдя по адресу reporter.od.ua. Увидимся.